МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка притяжения». Мы продолжаем начать и в прошлом году цикл программ, посвященных уникальному уголку Кольска-Земли, Печенскому округу. Сегодня мы приглашаем вас в Никель, берегу первого моста, давнее любимое место отдыха никельчан. А сейчас здесь идет гастроиндустри-фест. Знакомое место сразу не узнать. Вдоль аллеи, что идет по берегу реки, стоят большие шатры. Гостей пока не так много. Аншлаг здесь будет во второй половине дня. Но в палатке рестораторов уже выстраиваются очереди. Мидии, сушеные белые вене, с липках и с парамонскими травмами. Мидии наши, с Кольского полуострова. Травки для запаха. И белое вино, соответственно, чтобы немножко подсогрело. Мы же на севере. А вот все должно быть с северным характером. Мы угощаем традиционной северной нашей ягодой кисель с мороженой. Также у нас есть брускета со сливочным сыром, томленным лосьем, брусничным соусом и черносливом. Так, а что у нас еще есть? Есть и в теле, и с говядиной, и с говядиной, и с перловкой. Горит огонь, котлы дымятся, свежий воздух пробуждает аппетит. Желание перекусить стимулирует витающие вокруг фудкорта запахи. Но позволить себе попробовать шедевры от шефов пока могут не все. Попробовать, конечно, очень хочется. И наверняка это произойдет. Вот единственное, что нужно будет включить организационные ресурсы. Я объясню, что я имею в виду. Потому что мы играем, а вот потом, я имею в виду себя, потом можно. А перед этим нельзя мне есть, потому что на сцену выходить сытым, это никуда не годится. Я говорю, выду ленивый, что я сделаю? Держаться лидеру ногу свело придется до позднего вечера. Выступление группы станет ярким финалом праздника. К этому времени на берегу Шуни-Йоки у первого моста яблоку будет негде упасть. А пока на фестивале время, что называется, детское. Заняться ребятней есть чем, выбирай на вкус. Можно, к примеру, поиграть в песочнице мальчишской мечты со строительной техникой. Или ощутить себя героем компьютерной игры. Заняться творчеством, наконец. Ну или понаблюдать, как работают мастера. На этой площадке, например, подрел бензопил. На глазах зрителей из дерева рождается скульптура. Это будет огненная скульптура. И получается она немножко к месту по времени. Потому что сейчас будет как раз скоро у нас наступать уже совсем осень. Полярная, ну как бы сказать, поворот на полярную ночь. Как раз равноденствие скоро. Так что у нас это будет крокодил, который солнце проглотил. То есть, ну тоже получается гастрономическая вещь абсолютно. Солнце уходит, мы провожаем. Будем жечь вечером огонь. И я думаю, все будут очень довольны. Над композицией трудится команда скульпторов из разных городов России. Рязани, Королёва, Олексина. Иван Локтюхин называет себя северянином из Хабаровска. Несколько лет назад приехал работать в Мурманскую область. Влюбился, женился, остался. Теперь радует северян недолговечным искусством. Этой скульптуре вечером суждено исчезнуть в огне. Пусть люди радуются. Ведь если прозвучала песня, разве мы жалеем, что она обкончилась? Мы запоем новую. Так и здесь. Провожается старая, и люди настраиваются на новое. На хороший лад, на добрую зиму. Рядом стучит молот, гудит горн. И раскаленные куски металла превращаются в ножи и гвозди. Здесь свои шедевры создают кузнецы. Что находят для себя современные люди в древнем мастерстве? Трудно сказать. Наверное, самое главное в этом, это то, что из весьма сложного и неподатливого материала создается какой-то предмет, какой-то полезный. То есть, ну, в чем как бы смысл человеческой жизни? Чтобы творчески преобразовывать окружающий мир. Вот это прям зримое проявление. То есть, прям, то, что результат труда, который можно потрогать. То есть, не бумага, не отчет, а вот прям все натуральное. У Алексея первым шагом к хобби стали детские впечатления от деревенской кузницы. Но чтобы дать вторую жизнь старым железякам из автомастерской, современному кузнецу силы и ловкости мало. Сегодня это ремесло требует серьезной теоретической базы. Меня интересовала именно материал и вся теория. То есть, там, книжки по сапрамату, по, скажем так, кристаллическим решеткам. Вот эти вещи я читал с удовольствием. Крафтовые. Так модно сейчас называть вещи, искусственно сделанные вручную, штучный товар. Имя крафта дали одному из шатров фестиваля. Здесь расположилась ярмарка мастеров. Она собрала умельцев со всей области и стала результатом проекта, стартовавшего весной в центре вторая школа. Мы всегда сталкиваемся с такой проблемой, что люди либо умеют себя показывать, либо умеют что-то делать. Да, и многие мастера, некоторые стесняются, возможно, как-то не умеют себя подать. Может быть, они считают, что не совсем, как говорится, достойны, да, все по-разному себя оценивают. Поэтому наша главная задача – это вывести, так скажем, в люди, показать, дать возможность проявить себя для того, чтобы люди смогли своим любимым делом зарабатывать. Народных мастеров в полгода учили о замкоммерции, объясняли особенности разных налоговых режимов, отличия в статусах, скажем, предпринимателей и самозанятых, подсказывали, как продвигать свою продукцию через социальные сети и как сделать хобби источником дохода. В начале проекта некоторые даже не представляли, что, боже мой, мы что-то вообще можем продать. Сейчас, как вы видите, все стоят, умеют пользоваться QR-кодами, терминалами, активно презентуют себя. Многие уже зарегистрировались как самозанятые, те, кто был уже готов, так скажем, выйти из хобби, а стать уже действительно, так скажем, предпринимателем до первой ступени этого развития. И, конечно, многие уже зарегистрировали, большинство зарегистрировали свои странички в соцсетях, начинают их развивать, кто-то уже достаточно активно, уже получает первые продажи. Но когда получаешь первые продажи, конечно, хочется уже и дальше, и дальше, мотивация такая большая. Здесь нет двух абсолютно одинаковых вещей. Даже у тех мастеров, что работают в одной технике, разные авторские стили. Проект будет длиться еще несколько месяцев. Его участников ждут мастер-классы и творческие задания. А завершится он в декабре большой выставкой-ярмаркой. Гастро Индустри Фест не первый фестиваль в Никеле. Его предшественниками были Северный Ветер и Держи Баланс, также организованные при поддержке Нор Никеля. И каждый из них оставил в поселке что-то свое. Например, после первого Заполярье стало новой базой сапсерферов. Станция водных активностей – одна из самых популярных площадок первой части фестиваля. Оно и понятно – искушение еще раз на излете осени. Провести время почти по-летнему очень велико. Мы взяли билетики, вот сейчас у нас 13-20 через 5 минут катания. Ну, я с семьей взяли лодку на трех человек. Не рискнули на каяках кататься. Я ехала отдохнуть с детьми и сама, и нам было интересно. Вот водная станция, мастер-классы, музыка, концерт ногу свело, тоже заинтересовал. Но мне казалось, что это очень интересное мероприятие в целом. Фестиваль стал ярким событием в жизни Печенского округа, но задумывался он не одного праздника ради. Цель у инициаторов и организаторов куда более масштабная. Мы все-таки верим, что рано или поздно ковид закончится, и там границы все откроются. И мы все-таки рассчитываем на поток туристов сюда, разных как с России, так и из стран ближнего зарубежья. И в этом смысле вот индустрия комфорта, в том числе и питания, ну она должна быть, или должна соответствовать тем ожиданиям туристов, которые, ну туристы это же люди, которые там путешествуют по разным частям и городам и весям, и они имеют возможность сравнивать. И вот мы хотим, чтобы это сравнение было в пользу никеля. Мы надеемся, что нынешний фестиваль послужит новым витком развития событийной программы на нашей территории. По результатам его проведения будет понятно, есть ли интерес у жителей. Поэтому это такой пробный шар для нас, для команды центра «Вторая школа», для муниципалитета, для администрации Печенского округа. То есть у нас сегодня проверка на прочности тех вещей, тех проектов, которые созданы в рамках программы социально-экономического развития. Развитие туризма, переформатирование жизни Печенского округа – история долгая. И фестиваль стал своеобразной выставкой текущих достижений. В праздничную программу интегрированы результаты многих проектов центра «Вторая школа», таких как «Ярмарка мастеров» или «Доброволец-2021». А рестораторы, прежде чем поставить здесь свои палатки, и вместе со специалистами долго работали над фестивальным меню. Наши предприниматели в рамках подготовки к гастроиндустрии фестиваля прошли обучение в проектной лаборатории «Гастрономическая карта России» и теперь готовы представить свои уникальные арктические блюда с арктическим вкусом. Мы гордимся тем, что все участники действительно с образовательного блока вышли выпускниками и участвуют сегодня здесь, на торговых точках. Проекты «Второй школы» – часть программы социально-экономического развития Печенского округа, которая стала плодом совместных усилий местного сообщества, муниципалитета, властей региона и компании «Норникель». Фестиваль длится один день. Его след останется надолго в виде ярких эмоций, запоминающихся кадров, новых компетенций рестораторов и опыта организации ярких событий. С вами были Илья Комлев и Илья Бояркин. Увидимся через месяц. Субтитры создавал DimaTorzok